несколько лет назад кадры с такими деревьями разлетелись по всему интернету реакции людей были разными и интерес и отвращение нет деревья конечно жуткие из них как будто жизнь высосали но поверьте на слово никогда не подходите к таким деревьям так что это за деревья что еще важнее когда где почему и как они появились период возникновения начнем с того когда и где эти деревья были замечены эти вирусные кадры пришли к нам из пакистана еще в 2010 году вокруг деревьев было большое скопление воды это последствия серьезного наводнения после мусонных дождей в он эту катастрофу назвали худшей в истории настолько это было серьезно река инд в пакистане вышла из берегов в районе конца июля 2010 года пострадали 20 миллионов человек 2000 людей погибли миллионы людей лишились еды так как была потеряна более 2 миллионов гектаров урожая более того вода была далеко не чистой и люди заражались разными болезнями 14 миллионов пакистанцев остались без крова количество разрушенных домов достигла 1 миллиона 600 тысяч досталось даже мостам и дорогам что затрудняло прибытие помощи от правительства пакистана и международных организаций уровень воды поднимался и было сложно помочь выжившим экономический ущерб достиг цифры около 43 миллиардов долларов только к октябрю 2010 года уровень воды в реке вернулся почти к норме при этом в низменностях наводнения сохранялась вплоть до начала 2011 года но были и другие странности когда дожди убийцы прекратились жители деревни син начали замечать вот такие деревья сначала казалось что это всего лишь одно дерево но потом они замечали все больше и больше одним бездушным деревом ничего не ограничилось было очевидно что причина в наводнении кто-то может подумать не то какое дело до этих деревьев я ведь не живу в пакистане однако тут не все так просто да те деревья стали известны на весь мир но и в других частях планеты они тоже присутствуют пакистан не был единичным случаем условия для появления таких деревьев могут образоваться хоть где не верите смотрите вот лес около реки сарек в иерусалиме листе выглядит крайне необычно как и у деревьев в пакистане деревья что умерли если так в чем причина интересно отметить что какие-то деревья и растения остаются нетронутыми перенесемся за 11 тысяч километров в парк при озере таваконе в техасе там произошел тот же феномен но реакции на удивление были положительными как минимум 3300 посетителей пришли в парк за период праздников по случаю дня труда в 2007 общая площадь парка 152 гектара и все кому хотелось посмотреть на эти страшные деревья могли увидеть их издалека даже в стране перевертыша такое бывало в 2012 году в австралийском городе вага вага был рекордный уровень осадков что привело к наводнению как и в пакистане там начали появляться эти призрачные деревья и кусты зеленое поле стало белым тоже было и в 2016 в городе уэстбери в тасмании впоследствии серьезного наводнения как понимаете феномен совсем не уникальный но все таки почему же их стоит остерегаться взглянем ближе видите проблему на этих деревьях живут тысячи пауков если говорить о примере пакистана то многомиллионная армия пауков появилась как будто из ниоткуда и прицепилась ко всем деревьям которые были на пути для всех кто боится пауков это как материализация худшего из кошмаров и так во всех бедах этих деревьев виноваты пауки но остается вопрос зачем и как они поселились на этих деревьях пакистане пауки ведь чаще всего живут и ползают на земле или даже под землей но под угрозой утонуть из-за наводнений они были вынуждены выйти на уровне повыше в низменных районах пакистана наводнение задержалось надолго поэтому у пауков просто не было другого выбора кроме как залезть на деревья и вместе пережить катастрофу там но как их при этом не смыло проливным дождем как они выжили разве их не должно было снести мощным продолжительным ливнем к счастью для них эволюция позаботилась о выживании пауков в условиях стихийных бедствий во-первых пауки умеют плавать такое открытие сделала команда ученых исследования которых были опубликованы в научном журнале bmc в алушиной биологи ученые исследовали реакции более сотен пауков как минимум 20 видов на ветер когда паук находится на поверхности воды в результате было обнаружено 5 паттернов поведения 4 из которых отвечают за выживание в случае наводнения важно отметить что паук просто так не утонет его ноги отталкивают воду он может и просто ходить по воде но при этом есть и три альтернативных вида движения первый паук может поднять ноги и так плыть по поверхности второй он может плыть и на пузе вместо ног третий паттерн называется икорением и тут паук выпускает паутину на поверхность воды чтобы контролировать скорость помимо способности плавать у пауков есть еще кое-что в рукаве крыльев для полета у них нет конечно но видимость полета они создать могут ученые говорят что это полеты как на воздушном шаре дистанция полета может достигать сотен километров большинство пауков конечно могут пролететь так только несколько метров но некоторые особи были замечены на высоте до четырех километров и улетали за сотни километров от места взлета массовые перелеты происходят когда пауки либо хотят захватить новые территории либо сбежать из непригодных например с территории переживших наводнения ученые отмечают что пауки умеющие летать на таких воздушных шарах также хорошо плавают благодаря способности плавать и летать пакистанские пауки своими силами могли укрыться от наводнения в деревьях теперь понятно почему в истории пауки всегда одними из первых приспосабливаются к новым внешним условиям им подвластна не только земля но и передвижение по воде и в воздуху но насколько опасны эти пауки по большей части пауки на этих деревьях человеку не страшны некоторые виды ядовиты например пауки волки но их яд не смертелен от него только немного больно но даже при этом я сомневаюсь что кому-то захочется залезть на такое дерево деревья окутанные паутины со временем умирают потому что листья не получают света несмотря на то что паранормальных факторов здесь нет я сомневаюсь что арахнофобы счастливы узнать о паучьей способности летать и ходить по воде если встретите одно из таких жутких густонаселенным пауками деревьев то будьте осторожны но и надейтесь что паукам внезапно не захочется прилететь вам на голову а как бы вы отреагировали если бы попали в окружении деревьев объятых паутиной делитесь своими мыслями в комментариях